Прима Медиа Лайф Самое значимое это то, что система вообще сформировалась и то, что она показала свою жизнеспособность. Мы должны понимать, что система это и страховые компании, и лечебные учреждения, и фонды обязательного медицинского страхования. И от того, как работают звенья этой цепи, будет в конечном итоге зависеть качество оказания медицинской помощи конкретному, застрахованному человеку, который обратился к пациенту, к конечному получателю медицинской услуги. Вот сейчас каждый житель Приморья, каждый житель России должен заменить страховой полис на бессрочный, правильно? То есть, если раньше требовалась замена, то сейчас полис, который нового образца, он не требует замены в дальнейшем. Сейчас вообще несколько видов полисов имеют хождение на территории Российской Федерации, и в общем-то старые полисы, их никто не отменял, и сроков действия старых полисов никто не устанавливал. В законе четко написано, что старый полис действует до его замены, каких-то сроков в законе не оговаривается. Сейчас действует, да, есть полис единого образца, который человек получает, и он уже даже при смене страховой компании, он не меняется. Также действует еще и электронный полис. Но в силу того, что в наших медицинских организациях еще нет возможности работать с этим электронным полисом, мы готовы к выдаче, мы их можем выдавать. Но в силу того, что человек, придя в поликлинику и обратившись в регистратуру, он не сможет, если он вдруг забыл, в какой страховой компании, на полисе это не указано. Это все нанесено на чипе, и в поликлинике просто-напросто информацию эту не смогут узнать. А определены ли какие-то сроки, до какого там момента должны жители заменить полис на полис единого образца, и что для этого требуется? Давайте вот алгоритм действия объясним. Сроков действия, как я уже сказал, их замены не существует. Он действует, полис старого образца действует до замены. Это может быть в 2014 году, он поменяет в 2015 году. Конечно, лучше, если бы человек это запланировал и пришел, выбрал для себя удобное время. У нас в компании достаточно много пунктов выдачи полисов. Это и на территории всего Приморского края. В каждом населенном пункте большом есть наше представительство по городу Владивостоку. Тоже их достаточно много. Информация о этих пунктах выдачи есть на нашем сайте. Сайт наш очень просто называется VSA.ru. Поэтому человек может зайти в доступном виде, посмотреть информацию с картами, как проехать. И для того, чтобы получить ему полис, от него требуется или личное присутствие, или может доверенный человек быть с доверенностью. Нужен паспорт человека, нужен СНИЛС, пенсионное сельество. И человек приходит, оформляет заявление и получает или новый полис, или если он даже имеет полис единого образца, но желает сменить страховую компанию, он может прийти, написать заявление о смене страховой компании. И наши специалисты очень быстро его обслужат. Или выдадут время на свидетельство. Потому что сейчас полисы изготавливает фабрика Гузнака в Москве. И мы получаем эти посылки. Уже человека извещаем или смс-информированием, или по другим каналам связи. Человек приходит, получает полис. И в течение месяца это все проходит. От момента его обращения и получения временного свидетельства до получения нами полиса единого образца из Москвы. А вообще активно люди обращаются для замены полиса? Есть какая-то статистика уже, сколько людей заменили, сколько еще осталось? На территории Приморского края у нас заменили 47% на сегодняшний день полисов. И отмечается некая сезонность, когда люди летом, например, очень мало обращались. Вот сейчас наблюдается у нас всплеск обращаемости, потому что люди вышли на работы, вышли на учебы. И понятно, что у нас и сезон со сменой такой климата, температуры. Люди начинают чаще болеть, чаще вообще вспоминают о своем здоровье, о своих документах. И у кого-то полис вообще отсутствует, кто-то его потерял, кто-то старый полис, он его желает заметить на новый. А вот сейчас мы отмечаем значительный приток наших застрахованных к нам в офисах. Вот получил человек новый полис, дальше он может выбрать клинику любую на свое усмотрение. Вот что ему нужно, чтобы его приняли в этой клинике? Мы должны понимать, что выбрать он может не клинику, а поликлинику. Разговор идет только о выборе застрахованным поликлинического учреждения. Потому что стационар, он выбрать не может. Они все узко специализированы, и никто не знает, что у него там может заболеть. Конечно, лучше всего, если он вообще не болит. И дай бог здоровья нашим застрахованным. Но если вдруг он заболел, это могут быть и почечные заболевания, это может быть заболевание сердечно-сосудистой, желудочно-кишечного. Поэтому к стационарам не приписывают, только к поликлиникам. И еще связано с тем, что человек получает не только помощь в момент обращения, а еще может выбрать поликлинику. Желательно, конечно, чтобы она была ближе к месту жительства. Потому что если человек заболел на дому, и ему необходимо помощь оказать на месте, то, живя на Ершелле и прикрепивши к поликлинике, например, в трудовом, понятно, что он вызов этот, они просто физически не смогут обслужить. Поэтому, да, есть у человека право выбора медицинской организации. Один раз в год он может ее выбрать. И также может выбрать врача-лечащего, но опять же, по согласованию с врачом. Для того, чтобы это реализовать, человек приходит в поликлинику, лично пишет заявление на имя главного врача и получает или письменный отказ, или его прикрепляют к этой поликлинике, и он уже начинает получать там лечение. Отказать могут по причине перезагруженности или по причине, как я уже сказал, удаленности большой пациента, теоретического, вот место оказания медицинской услуги. Переход финансирования скорой помощи на систему ОМС вызвал некоторые опасения у жителей Приморья, стали бояться, что без полиса вообще помощи не окажут. Вот какова ситуация на самом деле? Ну, там больше опасений было, конечно, не только у жителей, еще и у самих работников станции скорой помощи. Для них было вообще непонятно, как эта система работает и как они будут финансироваться. Но, видите, совпало еще и переход на преимущественное одноканальное финансирование, которое сейчас действует у нас на территории России, и переход в систему ОМС, станции скорой помощи. Но, как показала практика, в общем-то, достаточно органично вошла скорая помощь в систему ОМС, и, в общем-то, безболезненно. Сейчас она финансируется по подушевому признаку, и наличие полиса, в общем-то, или отсутствие его, оно не влияет на наказание именно скорой медицинской помощи. Потому что даже не у всех категорий граждан есть этот полис. Есть, например, категории, которые там военные или сотрудники силовых ведомств. У них полиса, ну, в принципе, нет. Потому что у них есть своя ведомственная медицина, которая их обслуживает. Но если что-то вдруг случается на дороге или где-то скорой помощи все равно приезжает, она же не отказывает в помощи. И финансируются они в достаточном объеме. И сейчас, в общем-то, это не привязано финансирование к качеству медицинской помощи, к тем нормативам ведомственных, которые есть, время доезда. Поэтому уникальная ситуация для создания нормальной материально-технической базы станции скорой медицинской помощи. Сейчас они могут поднимать зарплату. И она у них, мы видим по реальным отчетам, что она у них выросла. И персонал у них стал появляться. И машины обновляются. Поэтому время для создания базы у них вот сейчас есть. И финансирование под это есть. А в дальнейшем, конечно, потребуется создание некой по образу и подобию во всех развитых странах. Если машина приезжает вовремя и помощь оказана, то они получают финансирование за случай в полном объеме. Если уже какие-то дефекты, тогда уже финансируются в каком-то процентном соотношении. И, конечно, было бы, конечно, разумно, что финансировалась бы она за реально оказанные случаи вызовов. Но мы должны понимать, что, опять же, есть ложные вызовы, на которые они ездят. Есть вызовы на людей, которые без полиса. Поэтому система, она отлаживается. И те вопросы, которые возникают, они в любом случае какое-то решение находят. А на какие вообще услуги может рассчитывать человек с полисом ОМС? Ну, вообще, есть программа государственных гарантий. Эта программа государственных гарантий, она расписывает весь перечень услуг и манипуляций, на которые человек может рассчитывать по полису ОМС. К этой программе государственных гарантий в каждом регионе еще есть территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Этот документ очень объемный. И человек, который, в общем-то, заинтересован его прочитать, он также может или к нам на сайт обратиться, или в любом медицинском учреждении этот документ есть. Он включает помимо писательной части еще и список жизненно важных лекарственных средств, которые человек должен получать, или бесплатно, если он относится к определенным категориям, или с минимальной наценкой. Поэтому документ очень большой, объемный. И, конечно, лучше его читать, когда лучше, конечно, его изучать при участии или специалиста, доктора в поликлинике, или при участии нашего доктора-эксперта. То есть можно к вам обратиться на консультацию? Да, у нас действует и круглосуточная служба по защите прав застрахованных. Также у нас есть целый штат врачей-экспертов, которые постоянно проводят экспертизы в разных учреждениях. Экспертизы эти проводятся и по качеству медицинской помощи, и по условиям оказания, и экономические экспертизы. А можно ли по полюсу ОМС пройти бесплатно, например, дорогостоящие обследования, как КТ или МРТ? Сейчас по полюсу уже можно это сделать. И вообще, надо сказать, что перечень операций и вообще всех услуг медицинских по полюсу он постоянно расширяется. Это к вопросу развития самой системы ОМС. Каждый год мы видим включение в перечень бесплатных гарантий разных, раньше вообще дорогостоящих, и даже там никто никогда не думал, что такое будет. Это и эндохирургические операции, и то, что вы сказали, и КТ, и МРТ. И более того, сейчас в стандарты будут входить и оплачиваться через систему ОМС уже растиражированные высокотехнологические операции. Каждый год. И все зависит, конечно, от финансирования. Когда есть деньги, тогда и перечень жизненно важных лекарственных средств, которые в стационарах люди получают бесплатно, он расширяется и улучшается качество самих препаратов. И расширяется и перечень мероприятий, там, профилактических и лечебных, диагностических. Вот частные клиники тоже сейчас входят в систему ОМС. Активно ли идет этот процесс у нас? И отличается ли объем услуг, которые можно получить по полюсу ОМС в государственной клинике и в частной клинике? Ну, я бы так вот не говорил, что это там только частные. У нас есть и ведомственные учреждения, это и железнодорожные больницы. Вот сейчас вот в систему ОМС вошел большой медицинский центр на острове Русском. Он не относится к системе Министерства здравоохранения, но, тем не менее, он тоже будет оказывать помощь по ОМС. Самое главное, чтобы они оказывали качественную помощь. Понятно, что если они будут оказывать какие-то дополнительные услуги, но за них не будут брать деньги, это уже их личная такая вот инициатива, которая, ну, только похвально. А все остальное, я говорю, оно прописано в программе госгарантий. Если человек обязан получить вот эту вот услугу бесплатно, то без разницы, где он ее получит, в государственной клинике или в частной. Мы видим сейчас активное вхождение, это там стоматологические клиники, лор-клиники, офтальмологические. Очень активно проявляют интерес к ОМС лабораторные клиники, которые заинтересованы в оказании услуг, заинтересованы в объеме исследований. Никаких препонов к вхождению в систему никто не строит. Поэтому, когда люди готовы оказывать качественную услугу за те деньги, которые они получают в ОМС, они и работают. То есть ваши клиенты могут обратиться, опять же, за консультацией, чтобы узнать, какие клиники они могут обратиться, да, уже по полису ОМС? Вообще, неотъемлемой частью программы госгарантий является перечень медицинских организаций, которые участвуют в реализации вот этой вот территориальной программы государственных гарантий. С этим перечнем тоже можно на нашем сайте ознакомиться или в любом лечебном учреждении можно взять этот список и посмотреть, кто участвует в реализации вот этой программы на территории Приморского края. Просто я к чему спрашиваю, что зачастую человек, человек предпочитает обращаться именно в частную клинику, чем в государственную, потому что это быстрее, да, удобнее. Подкупает сервис, подкупает сервис, подкупает некие, там, может быть, свежепокрашенные стены, но мы должны помнить, что помощь оказывает не учреждение, а помощь оказывает конкретный доктор. И от его квалификации, от его опыта и от доверия к нему со стороны пациента очень многое зависит. Это раз. А второе, мы говорим о том, что это не обязательно, может быть, там, Приморский край. Система ОМС, она работает на всей территории России. И человек, который хочет получить помощь, или он попал там в силу каких-то жизненных обстоятельств, там, любой другой город Российской Федерации, он там тоже придет и получит медицинскую помощь по полису ОМС. Он действует на всей территории Российской Федерации. А вот в целом, да, как вы можете оценить ситуацию, которая сейчас сложилась в системе ОМС? И, на ваш взгляд, требуются ли какие-то изменения на законодательном уровне? Ну, изменения на законодательном уровне, они, в общем-то, постоянно происходят. Система, она совершенствуется. И если выясняются какие-то слабые звенья, то их обязательно устраняют. А меньше всего хотелось бы каких-то, вы знаете, каких-то резких потрясений, каких-то резких движений стороны в сторону. Система, чем и хороша, что она должна работать. И само понятие системы, оно подразумевает, что каждый участник процесса знает свои функциональные обязанности и их неукоснительно соблюдает. Поэтому вот эти вот колебания там, вот мы вот там решили сделать что-то там еще лучше. Всегда что-то резко лучше не всегда приводит к положительному эффекту. Эффект может быть непредсказуем. Поэтому то, что мы каждодневно занимаемся своей работой, и я хотел бы сказать огромное спасибо своим сотрудникам, которые каждый день на рабочем месте принимают людей, относятся к ним уважительно и входят в их там тяжелые жизненные ситуации, обращаются там в разные органы, и исполнительные власти, и общаются каждый день с лечебными учреждениями, именно в плане защиты интересов застрахованных. Хотел бы тоже сказать огромное спасибо и медицинским организациям, которые каждый день оказывают помощь. И при всем том негативе, который в общем-то в обществе сформировался, и не без участия, конечно, в средств массовой информации, которые любую негативную новость, они ее начинают тиражировать и выносят там на поверхность. Мы же вот не видим, вот почему-то редко бывает, что там вот спасли кому-то жизнь. А это же каждый день происходит. И в каждой больнице каждый день кому-то жизнь спасают. Но мы к этому относимся, как вот, ну, так вот должно быть. А что-то плохое, ну, взять любую эту область человеческой деятельности, везде есть какие-то ошибки, какие-то недоработки. Поэтому хотелось бы, чтобы почаще замечали хорошее, ну, а негатив, конечно, это те обстоятельства, которые необходимо и не допускать, и если допустили, то делать выводы, чтобы в дальнейшем этого не происходило. А вот куда может обратиться человек, если ему, например, отказала скорая в помощи или врач, откровенно говоря, потребовал денег за лечение? Ну, вообще, достаточно много контролирующих органов. Во-первых, он может обратиться в свою страховую компанию. На каждом полисе, который мы выдаем, кроме полиса мы еще выдаем и памятки с кратким изложением, что такое программа госгарантий, куда можно обращаться, порядок выбора врача, все наши контактные телефоны, потому что у нас, кроме того, что в Владивостоке есть, головной офис у нас еще в Уссуиске, в Находке, в Лесозаводске есть филиалы, тоже со своей службой круглосуточного обеспечения прав застрахованных. И люди могут обращаться непосредственно в страховую компанию. Кроме этого, они могут обращаться к администрации лечебного учреждения, которое допустило какие-то там дефекты в оказании медицинской помощи. Они могут обращаться в департамент здравоохранения, который непосредственно контролирует и организует работу всех лечебных учреждений на территории Приморского края. Я думаю, что если человек… Вы знаете, с чем мы сталкиваемся? Это с нежеланием человека на эмоциях. Он может позвонить, он может что-то сказать. Вот мне что-то там не так сделали. Но когда мы говорим «Хорошо, давайте, мы будем заниматься вашей проблемой», но слова-то они должны как-то… Пересказывание чьих-то эмоций не совсем то, к чему мы идем. А люди не готовы еще написать там что-то письменно, аргументируя тем, что нам на данной территории жить, нам потом лечиться, дети нас там будут как-то там, может быть, преследовать. В общем-то, такое, ну, какое-то отголосок средневековья, конечно, но он есть. А много ли жалоб вообще поступают от страхованных? И чего они касаются? Как правило, чем недовольны люди? Очень много обращений. Вообще, если взять количество звонков в компанию, то их очень много. Но процентов 70 звонков – это больше консультаций. Люди звонят узнать, как им получить полис, как им получить какие-то услуги в той или иной поликлинике. Вопросы прикрепления к медицинской организации тоже. То есть такие вот вопросы, которые человек решает и без участия в грамотных специалистах он не способен решить. Потом вот эти вот 30%, которые остаются, из них процентов 20 – это будет непосредственно интерес людей по тем услугам и операциям, которые им положены по программе госгарантий. Потому что раньше, до того, как мы начали широкое информирование застрахованных об их правах, люди, в общем-то, воспринимали полис, как некую такую пропуск в поликлинику. Только зашел, а дальше все за деньги. Мы порядка, ну, наверное, 2,5-3 лет потратили на то, чтобы люди осознали, что полис – это не только пропуск, это гарант того, что они получат бесплатную, а самое главное – качественную медицинскую помощь. И есть страховая компания, которая поможет им в этом, которая защитит их интересы. И вот 20% – это люди интересуются. Что им положено по полису ОМС, какие операции, в каком объеме на территории Приморского края можно получить эту помощь или за пределами его. А 10% – это приходится на недовольство людей по поводу качества оказания медицинской помощи, по поводу взимания денег за те или иные процедуры. Но, конечно, значительно поменялась структура вот этих жалоб. Если еще года два назад мы боролись с покупкой бахил в учреждениях, и это была у нас вообще проблема, и сейчас мы этого уже не наблюдаем. То есть то, что реальные наши действия приносят пользу застрахованным – это, в общем-то, совершившийся факт. – Расскажите, а как строится Ваша работа с медицинскими учреждениями? – Медицинские учреждения, наши застрахованные, которые обращаются в медицинские организации, они получают медицинскую помощь. И страховая компания за оказанную медицинскую помощь производит оплату. То есть мы финансируем все медицинские организации, куда обратились наши застрахованные. Но в первую очередь по результатам оказания медицинской помощи мы проводим экспертизу. Она состоит из трех этапов – медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи. Потому что тут работают не только медицинские понятия, еще и экономические. Проверяется правильное составление счетов, реестров счетов, правильность выставления и правильность кодирования тех или иных нозологий, то есть заболеваний, согласно тому перечню, по которому производим оплату. Ну и экспертиза качества – это уже конечный итог оказания помощи, когда врачи непосредственно берут историю болезни, а может быть даже и с больным беседуют, если это вообще очная экспертиза. И по результатам медицинской документации уже смотрят, как пациента лечили. И в зависимости от этого, там есть штрафные санкции. За невыполнение вот этих все экспертизы, они в определенном объеме должны быть проведены страховой компанией. Если страховая компания не выполнила эти объемы, то фонд обязательного медицинского страхования он накладывает на компанию штрафные санкции. Но это не какой-то там статья доходов страховой компании, это текущая работа, потому что те деньги, которые мы в виде штрафных санкций с медицинской организацией взимаем, они возвращаются назад в систему ОМС и в дальнейшем оплачивают этими же деньгами и оплачивается медицинская помощь другим застрахованным. Борис Петрович, Ваша компания также предлагает оформить полис добровольного медицинского страхования. Что он собой представляет и чем отличается от полиса ОМС? Полис добровольного медицинского страхования это те услуги и те возможности, которые не прописаны в программе государственных гарантий. Программы, они на самом деле очень разные. Это и стоматологическая помощь, это и неотложная помощь, это и страхование от осложнений, и страхование от клещевого энцефалита. Программ много, и наша страховая культура, особенно на Дальнем Востоке, да и вообще, я бы сказал, что у нас центральная часть России, можно выделить, в общем-то, Москву на только, но может быть, Санкт-Петербург. Все, что за этими городами, в общем-то, люди еще не до конца осознали вообще полезность страхования и из анализа страхования жизни, страхования ущерба от различных, взять те же наводнения на Дальнем Востоке. Застраховано-то было вообще, все это до 10% застраховано было имущество людей. И почему сейчас такие вот жизненные потрясения? Если бы это было все застраховано, то людям как-то было бы проще пережить. Но страховая культура, и об этом как-то уже и много говорилось, но для этого требуются там десятки, если не сотни лет. Она достаточно, у нас, в общем-то, низкая эта страховая культура. Мы не привыкли отдавать деньги за свое возможное спокойствие. Если рассматривать Москву, то там, в общем-то, и работодатели участвуют в обеспечении своих сотрудников полисами добровольного медицинского страхования. У нас на территории тоже есть ряд таких вот федеральных крупных предприятий, которые, в общем-то, имеют полисы ДМС. Но это опять вот отголоски общего такого вот той структуры, которая есть там у нас в столице. И вообще везде, во всем цивилизованном мире ДМС рассматривается как определенный инструмент защиты своих подчиненных, защиты своего бизнеса, и как некая такая вот социальная еще гарантия, которую работодатель может предоставить своему сотруднику дополнительно, и сотрудник видит заботу со стороны работодателя именно вот в ДМС. Насколько вот сегодня вообще ДМС востребован? Статистика есть какая-то, допустим, как было там пять лет назад и как сейчас? Вот я сколько анализировала, да, например, вот раньше, да, компании вот стали чаще прибегать к ДМС, а вот, допустим, сами простые, да, жители Приморья, они, наверное, не так активно себя проявляют? Ну, в общем, да, вы правы, потому что если рассматривать сектор ДМС, то у нас частные лица в основном страхуются от клещевого энцефалита, вот программа работает, сейчас как-то вот так вот начали, по крайней мере, проявлять активность по стоматологическим программам, а компании, ну, если компания крупная и она заинтересована в своих сотрудниках, в здоровье сотрудников, конечно, она будет проявлять интерес к добровольному медицинскому страхованию для того, чтобы обеспечить своих людей и быстрым, и качественным, каким-то дополнительным еще медицинским обеспечением. Вот в ноябре, к слову, о клещевом энцефалите, в ноябре стартует прививочная кампания против клещевого энцефалита. Вот почему важно прививаться именно осенью, а не весной, когда клещи пробуждаются, да, становятся активны? Ну, вообще у нас действует несколько программ, это и прививочный, и беспрививочный. Что касается беспрививочного, то человек покупает полис, прививку он не получает, но если вдруг его укусил клещ, то наша кампания берет на себя обязательство исследовать клеща на наличие возбудителя клещевого энцефалита и в дальнейшем лечении. То есть все медикаменты, полностью курс лечения мы оплачиваем. А прививочный, это, соответственно, человеку делается прививка. Почему она делается весной, вернее, осенью, а не весной? Потому что сейчас клещи еще активны, и если человек сейчас получит прививку, и его клещ укусит, то это будет фактор риска в развитии заболевания. Первая прививка делается, когда клещи уже не активны, чтобы исключить возможность присасывания клеща на уже там привитого человека, и в дальнейшем, чтобы ему эта прививка не навредила. Она абсолютно безвредна. Есть у нас два вида прививок. Есть обычная, которая для взрослых людей, есть для детей, которая не вызывает никаких реакций. Но это связано именно с тем, чтобы обезопасить от привитого человека укуса. А кто обязательно должен вакцинацию пройти? Ну, вообще, обязательно такого нет. Это не обязательно вообще вакцинация. Но те люди, которые работают в условиях леса, где-то у нас при строительстве газопровода, в общем-то, предприятия, страховали своих сотрудников, но в силу того, что они находятся в таких условиях контакта с возможными источниками жизни этих клещей. Есть эндемичные районы, но это, опять же, не обязательно прививка. И понятно, что если человек там всю жизнь в море и на берег сходит только в порту, где бетон, тогда, конечно, ему там нет смысла прививаться. А если человек ведет активный образ жизни, он выезжает летом за город, на дачу, где-то там в лесу, то, в общем-то, это... У нас в городе случай присасывания клещей в парках, возле домов. Вещь распространяется. Если раньше до Урала только был, сейчас уже он и дальше распространяется. Поэтому мне человек для себя уже сам определяет. А часто ли к вам обращаются всем коллективом и действуют ли специальные предложения для компаний? Мы готовы к любым формам сотрудничества. Если это компания, то мы можем приехать на место, удобное для вакцинации. И людям не надо будет куда-то ехать для того, чтобы получить вот эту вот помощь. Восточностраховый альянс на сегодняшний день одна из самых крупных медицинских организаций Приморья. Вот сколько людей у вас застрахованы и как вы выстраиваете работу с клиентами? Ну, страховая медицинская организация, да. У нас на сегодняшний день 1,450,000 застрахованных. И основной приоритет нашей работы это все-таки защита интересов наших застрахованных. Мы всегда рядом. Я уже сказал, что на всей территории Приморского края это единственная компания, которая представлена во всех районах. Пожарский, Спасский, Хасанский район. Везде есть наше представительство. И людям не надо ехать в город для того, чтобы полис поменять или получить какую-то информацию. Мы открыты и честны перед своими клиентами. Всегда идем им навстречу. И если вдруг какая-то ситуация случается с нашим застрахованным, мы оперативно на нее откликаемся и всегда действуем в интересах застрахованных. Спасибо большое. Уже мы телезрители, вы смотрели прямой медиа лайф. И в гостях у нас был исполнительный директор Восточнострахового Альянса Тихонов Борис Петрович. До свидания. Спасибо.